Всем привет! Я по-прежнему в Бишкике и сегодня я посещаю одно замечательное место. Здесь я был 4 или 5 лет назад, уже не помню точно, когда я был. И эта мечеть тогда еще достраивалась. Даже вот этих деревьев ничего не было. А теперь вот она во всей красе своем и величии. А здесь расположилось 4 величественных минорета, купол. Напоминает она мне голубую мечеть, ту, что в Стамбуле. Есть сходство определенное. Сейчас я немножко поснимаю и, может быть, войду вовнутрь. Эта мечеть точно, наверное, самая большая в Кыргызстане и одна из самых больших в Центральной Азии. Точных параметров, сколько в него вмещается человек, высота минорета, высота купола, я не знаю. Посмотрю потом попозже и напишу в описании к видео. К сожалению, я сегодня по жаркой погоде в шортах. Не знаю, можно ли войти. Вообще, шорты у меня не очень короткие, ниже колена. Найти бы какого-нибудь духовного, духовное лицо, кого-нибудь спросить. Теперь понятно, почему мечеть напомнила мне Стамбульские. Потому что ее строили турки, управление по делам религии Турецкой Республики. И она построена в дар кыргызскому народу. Очень красиво сделали турки мечеть. Хорошо они здесь еще обустроили территорию. Деревья небольшие, но вырастут и будет попрохладнее. И вот эти галереи все, наверное, уют с потом вьющимися растениями. А сейчас здесь уже высажены розы, которые сейчас как раз цветут. И создают своеобразный уют, колорит этому месту придают. Хорошо сделали. Можно посидеть, отдохнуть не только верующим, но и туристам, типа меня. Ну, здесь, конечно, сделаны туалеты, места для омовения, чтобы приступать к молитве в надлежащем виде. Ох, очень красиво они сделали эту мечеть. Хотя, конечно, она не имеет той аур, которая за древними мечетями Стамбула, но все равно хорошо. Вот не знаю я, и хочется мне зайти, и мой внешний вид немножко напрягает, что у меня такие шорты. Хотя говорят, что, в принципе, ниже колен можно. Сейчас я этого дедушку спрошу, чтобы ждать. Вот, смотрите, как здесь расписан потолок. Искусно. Очень похоже мечеть на стамбульские образцы, и это понятно, потому что проектировали турки. Вот, я разумся, как это полагается, и мне говорят, что, ну, колени закрыты, значит, можно. Правой ногой, и мы проходим вовнутрь. Здесь я еще не был. Сейчас сделаю. Вот мне показывают эту красоту. Я здесь не был. Внутри она еще строилась. И теперь мы можем вот это наблюдать. Это великолепно, ребята. И тоже она расцвечена в голубых, золотых и бордовых тонах. Очень красиво. Сейчас народу немного, два-три человек. Можно. Можно. Вот служителям показывает с удовольствием никаких препятствий. Хотя я не мусульманин. Сейчас народу нет. Несколько человек только здесь находятся. И можно спокойно посидеть, подумать, помолиться, поразмышлять о Вечном, о Боге. Очень красивой мечети. Женщины вон опять. Да, да. Для женщин отдельное помещение. Ситуа полковная. В этом зале помещается 6000 человек для молитвы. И есть еще под открытым нервом площадкой и на ней еще 4000 или 5000 даже может. Вот эти кого-то расстилаются и люди могут молиться здесь спокойно. Также вместе со всеми. Жема полная, да? По пятницам? По пятницам. Молодцы. Хорошего сделали. Мечеть на радость людям, на радость Аллаху. Замечательно. Вот меня всегда радует, когда глигиозные люди с пониманием относятся к тебе. Понимаешь, что ты пришел с чистыми мыслями. И вот не прогоняют, а наоборот показывают все. И очень приветливы. Это мне всегда нравилось. А у мусульман, в мусульманах, всегда доброе желание ко мне относятся к немусульманинам. Это хорошо, это правильно, я считаю. Ну что ж, буду этот небольшой обзор заканчивать. Хорошо, что я зашел в это место. Смотрите другие мои репортажи. Вполне себе о светских местах, о природных децепричатностях. И из Бишкека, и других городов, и мест Кыргызстана. Роман Посторонний был с вами. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok